Можно идти на мероприятия и различные события, можно оставаться у экранов телевизора и прямо сейчас увидеть артиста, лауреата международных конкурсов из Новосибирска, единственный профессиональный исполнитель на мандолине в Сибири Наталья Кровец. Доброе утро. Здравствуйте. Не будем томить вас вопросами, потому как лично я никогда в жизни вживую не слышал, как играет мандолина, поэтому жаждем услышать. Волшебное звучание сольное. Доброе утро. Это все? А мы просто сооружились и думали, что это такая художественная пауза. Пока у нас пауза присутствовала, у нас появился Дмитрий Дичков с нашей струнной версией музыкального инструмента. Мандолина. Правильно так называется? Правильно. Да. Чем отличается от Домры и вообще какие аналоги исторически у нее есть? Может быть это и пошло от лютник, например? Да, на самом деле это действительно прямой родственник лютни и Домры, в том числе и представляет собой семейство струнощепковых инструментов, в том числе и укулеле принадлежит к этому семейству замечательному. Но отличается тем, что этот инструмент пришел к нам из Италии, это итальянский народный инструмент. И основная его особенность это вот такие сдвоенные струны, которые настраиваются в унисон и нужно сразу таким образом играть по двум струнам, по парам струн. Вот. И от Домры отличается, конечно же, их количеством, строем, также формой корпуса, формой розетки. То есть на самом деле, несмотря на то, что кажется, что очень инструменты похожи и многие их путают, отличий достаточно много. Скажите, а вот именно этот инструмент, он в чем-то особенный? Насколько он дорогой? А насколько себе среднестатистический красноярец или сибирчанин может позволить себе такое? Я могу от себя заметить одно наблюдение, просто когда происходила непосредственно игра на инструменте, у вас есть такая специальная подкладка под инструмент, вот это, вот это вот. Я так понимаю, это для того, чтобы пуговицами деку не царапать? Нет, это для того, чтобы инструмент более устойчиво был закреплен, потому что форма, как вы заметили, такая округлая и она достаточно подвижная и скользкая. Да, при игре, чтобы больше было. А, так это антискользящий коврик для автомобиля. Да, на самом деле вы точку сейчас угадали. Это противоположное коврику для компьютерной мыши. Скажите, вот если этот инструмент пошел от лютни, если это итальянский народный инструмент, вот для меня я его слышу как какой-то саундтрек из средневековья. Играет ли на нем что-то современное? Может быть представлено в каких-то современных группах? Или там мы можем услышать его? В общем, каверное исполнение какое-то возможно на этом инструменте? Да, безусловно. И более того, существуют разные разновидности инструмента этого. У меня сейчас в руках вот такой классический вариант. Это классическая неаполитанская мандолина. И она предназначена прежде всего для репертуара академического характера, для классики, барокко и современности. Ну, в академическом именно понимании. Но существуют и электромандолины, и различные блюграссовые мандолины, которые очень популярны в Соединенных Штатах Америки. Компании Гибсон выпускают прекрасные... Шактор, Ибонез и прочее. Мы тут на одном языке общаемся, собственно говоря. У меня есть вопрос чрезвычайной важности. Вот смотрите, вы единственный профессионал по игре на мандолине в Сибири. Как вы появились здесь, если нет других? Кто вас научил? Кто стал вашим учителем? Может быть, вы учились где-то за границей, может быть, в западной части России. Или там играли на другом инструменте раньше, а потом сами решили, что не хочу больше домры, хочу мандолину. Ну, на самом деле, я играю и на домре, и на мандолине. Но так сложилось, что в Красноярск именно привезена программа для мандолины и камерного оркестра. Ну, и изначально, конечно, я играла на домре, и училась, получала образование на этом инструменте. Вот. Ну, как и многие вещи, которые в жизни важны, да, происходят, происходят случайно. И вот однажды меня просто попросили сокомпонировать певцу знаменитую итальянскую песню «Санта Лючия». И вот нужно было сделать именно... Простите, чтобы все понимали, об одной и той же песне, или мы говорим, «Санта Лючия» — это современная или это «Санта Лючия»... Итальянская народная песня. Все, понятно. Как ты себе представляешь образоваться группой «Квест Пистолс» на... Я просто, знаешь, «Санта Лючия». Ну, какая? Я уточнил, это «Санта Лючия» или не это «Санта Лючия». Надо же знать, о чем речь идет. Я просто представил, как это в голове у меня сейчас просто мелькнула картина, как человек, знаешь, в цветных хопперских одеждах, в кепке просто на мандолине. А можно вообще что-то современное в качестве баловства наиграть? Ну, что-то из современного. Знаешь, что это мне напоминает? Это саундтрек какому-нибудь американскому сериалу а-ля «Клиника», «Доктор Хаус» и прочие вот эти вот все штучки. Я подумал на друзей, но мелодию не узнаю. Что это? Это тоже пьеса современного японского мандолиниста и композитора, который очень много именно вот в таком джазовом и фанковом стиле. Понимаешь, у классицистов свое понятие пуп-музыки. Это не наш недалекий вкус. Звучит здорово. Звучит здорово. Может быть, вы еще раз что-нибудь сыграете? Да, пожалуйста. Из репертуара сегодняшнего концерта небольшой. Такой отрывок. Звучит здорово. Браво, Наталья Кровец, представлю вас еще раз. Скажите, вот инструмент темпераментный, итальянский, соответственно, играть на нем нужно достаточно эмоционально. Что у вас и получается непосредственно. Мы обратили внимание не только на работу рук, но и на работу эмоционально, вас как артиста. Это тоже имеет какое-то определенное значение при игре на инструменте? Ну, конечно, и здесь дело не только в мандолине, а дело прежде всего в отношении к музыке, потому что любая музыка — это прежде всего передача эмоций и передача каких-то образов, настроений. И поэтому неважно, на чем ты играешь, на мандолине, домре или укулеле или другом инструменте. Ну, в общем, как говорится, если в начале пьесы, пьесы на столе лежит укулеле, это значит, что в конце она должна начать... Заиграть. Заиграть. Поэтому у меня такой небольшой, как сказать, просьба к эксперименту. Вы можете сейчас вот Дмитрий какую-то партию свою наиграет, а вы можете каким-то образом в импровизационном порядке... Это к вопросу, можно ли на мандолине импровизировать. А вы в импровизационном порядке каким-то образом сможете подстроиться? Можно попробовать? Я тоже удивлен, что он сейчас об этом говорит. Я тоже не ожидал этого, так что не смущайтесь. Я точно сыграю хуже. Могу это вам обещать. А знаешь, кто хуже сыграет? Так. Я, потому что у меня вообще нет инструментов в руках. У тебя есть роты, ты можешь... Как ты это делаешь обычно за кадром. Пум-пум-тыщ, пум-пум-пум-тыщ. Вот это. Смотрите, я буквально сыграю два аккорда, которых знаю, чисто вот известные мне аккорды на укулеле, и я просто представляюсь всем, как знаменитый артист, укулелист. В общем, давайте попробуем. Играет музыка Это гениально! Это просто очень классно, если вы представляете, я сижу и думаю, получится, не получится, получится, не получится. И когда это получается, это просто какой-то вообще неревероятный восторг меня обуревает. Ужился дует. Может, тоже на чем-нибудь научиться играть, на Варгане, например. Давайте, давайте. Хотя бы. Да-да-да, эксклюзивное у нас будет трио. Итак, сегодня у нас в гостях артист, лауреат международных конкурсов Наталья Кровец. Очень приятно было, спасибо вам за джем, за небольшую импроверацию, было здорово. Спасибо вам большое, удачи вам полных залов и отличного творческого вдохновения. Скажите, когда концерт, куда и как приходить? Концерт сегодня состоится в малом зале филармонии в 7 часов вечера совместно с Красноярским камерным оркестром замечательным. Очень буду рада видеть всех жителей города. Спасибо вам большое. Мы продолжаем наш эфир дальше и из очередной серии проекта «Наши дети. Жизнь» после узнаем, как ребята готовились стать волонтерами универсиады. Продолжение следует...